Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Михаил. Ядь здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня предлагаешь порассуждать? Я сначала хотел предложить вариант названия «Бестолковая медицина», а потом подумал, медики еще обидятся, люди обидятся, поэтому думаю, давай как-нибудь по-другому, вроде про то же, но по-другому, по-красивше назовем. И поэтому тема нашей передачи будет «Как лечить причины, а не следствия». Ну вот давай об этом и поговорим. Я думал, ты назовешь толковой медицина. Ну хорошо, как лечить причины, а не следствия? Ну давай, давай, что ты имеешь в виду? Чтобы не было 18+, опять мы будем как-то по-другому отвечать на этот вопрос. Как-то в одном из семинаров ты упоминал хороший пример, что бывает так, что человеку попала под кожу заноза, и вот заноза там внутри застряла, гноится и течет кровь. И вместо того, чтобы взять и выковырять эту занозу, а после этого уже соответственно обработать рану, и она благополучно бы зажила, затянулась, человек использует какие-то пластыри, какие-то там дополнительные мази, но задуматься о том, что это все из пустого в порожнего перекладывания или борьба со следствиями, которые проблему не решат, он не задумывается. И вот сейчас, наблюдая за тем, что происходит в мире, а так как то, что происходит в мире, начинает захватывать уже миллионы людей, то я начинаю понимать, что мы очень серьезно запустили процесс вот этот, когда мы именно боремся со следствиями. И если обычный человек посмотрит, во-первых, как он поступает сам в своей жизни, а во-вторых, как работает официальная медицина, то он увидит, во-первых, что в официальной медицине нас рассматривают как такой механизм, где вот ухо-горло-нос, он только вот соответственно вот этим занимается там. Потом есть еще человек, который там занимается, допустим, руками, кто-то ногами, кто-то почки изучает, кто-то сердце. В общем, такое ощущение, что медики, когда занимаются познанием человека, они действительно думают, что это машина. Какая-то деталь сломалась, достали, убрали, новую воткнули. На самом деле мы, во-первых, не детальки, а мы целостный механизм, где все для чего-то нужно и все взаимосвязано со всем. Поэтому если мы в одном месте что-то пытаемся решить, не факт, что проблема именно в этом месте. И второй вариант, то, что я вижу в современной медицине, то в том, что там пытаются пойти наименее таким... наименее трудным путем с позиции обычного человека. То есть дать какую-то таблеточку, чтобы человек выпил, у него прошла боль или у него какой-то там где-то что-то... шишка там рассосалась. В общем, съешь таблеточку и дальше живи как жил. Если опять что-то заболит, приди, мы тебе еще новую таблеточку от нового вида боли дадим. А на самом деле эта болезнь, которая проявляется на физическом теле, это уже крайнее-крайнее-крайнее следствие наших неверных действий перед этим. И поэтому, если человек, который это все в свою жизнь притянул, не хочет разбираться с первопричинами, а будет ходить к врачам, то либо через какое-то время ему перестанет это все помогать и станет еще хуже, либо помимо того, что станет еще ему хуже, будет хуже также и тем людям, которые оказывали ему помощь, только убирая вот эти вот... отключая датчики боли. Потому что на самом деле боль – это попытка, ну, называйте как кому удобнее, там, природы, высших сил, Бога, обратить внимание человека на то, что он живет не так и занимается не тем. Ну, это вкратце, как говорится, присказка от начальника, как ты говорил, транспортного цеха, а теперь охота послушать уже и чего-нибудь от директора завода. Так, в общем-то, ты все уже рассказал. На самом деле наш организм так хитро устроен, что если человек создает какие-то причины для разрушения, то эти разрушения обязательно произойдут. И обязательно начнет что-то там семафорить, сообщать мозгу проблемы, какие-то возникли через боль, через какие-то неудобства. Но это уже показатель того, что что-то мы не то сделали. Есть быстрое проявление, например, сунул руку в шиповник и покололся. Ну, понятно, вот покололся, потому что сунул, и вот не надо было туда суваться. Но это в голове быстро укладывается, даже у ребенка возникают такие взаимосвязи, и условный рефлекс, либо навык какой-то, либо привычка, либо дрессура, и кому какое слово нравится, вырабатывается. А есть скрытое что-то. Например, когда человек с отложением во времени получает какое-то последствие. Вот шиповник сразу сунул, сразу получил. До огня дотронулся, до головешки, опаньки, так это неприятненько, отжегся. Либо задымилось, понятно, сюда не надо сувать руку. Что-то там холодное, отморозил себе, и так далее. Тут сразу понятно. А вот отложенное, когда человек загружает свой организм какими-то действиями неприятными, и организм накапливает, накапливает, накапливает. Да, он пытается что-то исправлять, но не всегда исправляется. Например, ешь какую-то дрянь, и эта дрянь в организме оседает в каком-то определённом месте, где хранилище для этой дряни, к примеру. В организме есть такие места, куда много-много чего накапливается. Вместо полезного надо какую-то дрянь складировать, потому что быстро выводить её не получается. В очень большом количестве принимаешь. Либо делаешь какие-то одинаковые упражнения, усилия, которые воздействуют на какую-то часть тела. Не важно, сустав это, кость, либо что-то ещё. Ну и происходит тоже накопление, 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 разрушение, разрушение. Оно в отложенном таком виде идёт. Это не как у колодца, не как обжарится, не как отморозится. Оно долго идёт. Дальше следующий уровень, помимо физического, это накопление какого-то, современным языком, негатива. То есть, чёрных мыслей, которые не соответствуют свету, не соответствуют сиянию. И этот негатив откладывается в привычке смотреть на всё в этом мире через вот это самое чёрное стёклышко, всё плохо, всё неприятное, всё враждебное и прочее, прочее, прочее. И когда человек привыкает вот к такому отношению к жизни, то в этом случае на физическом плане начинают проявляться многие неприятности. Ведь известно, что мозг связан со всеми клеточками нашего тела. А раз так, то в этом случае какие-то эмоции, опять же, современное слово, то есть какие-то возбуждения возбуждают в организме какие-то органы, части органов, клетки. Представляете, какой-то нейрончик связан с мизинцем на левой ноге условно. И вот именно этот нейрончик в мозге постоянно-постоянно находится под какой-то мыслью. То есть, что такое мысль? Это электропроводочка такая существует, и по ней бегают какие-то импульсы. И вот этот нейрончик, импульсы, бубумс, бубумс, бубумс. То есть, человек переживает. Ай, всё плохо, ай, всё плохо, ай, всё плохо. Ой, как не могу, ой, как не могу. Там, ай, все гады, ай, все гады. И так далее. И вот этот нейрончик постоянно атакуется, атакуется, атакуется. И в мизинце идёт импульс. Бабах, бабах, бабах. Что-то там плохо, что-то там плохо, что-то там плохо. Дёргается, дёргается, дёргается. Естественно, что мышцы, которые, может быть, даже не мышцы, А клетки, неважно какая это ткань, хрящевая, костная, постоянно испытывают это возбуждение, постоянно их там бьют, 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 бьют. Ну и что происходит с этим участком вашего организма? В конечном итоге там происходит либо перенапряжение, либо там происходит закупорка какая-то. И в конечном итоге этот орган, либо часть органа, либо часть организма перестают нормально функционировать, потому что там уже происходит разрушение. Косточка слабая, хрящик слабый, потом опухоль там как-то начинается, наступить не можете. И обратно идём к импульсу. Мне теперь больно, больно оттуда. То есть, ваши мысли атаковали какой-то участок мозга, этот участок мозга постоянно атаковал, разрушал какую-то часть вашего тела, эта часть тела вашего разрушилась, а теперь оттуда у тебя обратный импульс о том, ай, мне там плохо, ай, мне там что-то воспалилось, ай, там косточка сломалась, ай, хрящик не такой, что-то там ещё и так далее и тому подобное. Это вот уровень такой уже повыше. Ну и самый высокий уровень, когда есть так называемая карма или викарма, то есть усиленная карма такая, как называют люди, злая карма, когда вы что-то притащили из прошлой жизни, и это надо отрабатывать. Если человек этого не понимает, он злится на этот мир, потому что он несовершенный, потому что он постоянно какие-то нагрузки даёт человеку, потому что там зло какое-то, то в этом случае вместо отработки происходит усиление. А недовольство мозга, ну мы поговорили, что происходит, когда человек недоволен чем-то, в каком-то органе что-то обязательно воспалится, разрушится, как-то начнёт неправильно функционировать, вот это отложенное. То есть есть, другими словами, есть то, что проявляется сразу, есть то, что проявляется, например, через день, выпил холодной воды, например, в жару, когда вспотевший был, либо съел сосульку, сглотнул, либо надышался холодным ветром неподготовленный, а наутро просыпается, сопли текут, горло воспалённое, ещё что-то. Это отложенное на ближний срок. Чуть дольше отложено – это когда ваши мысли начинают разрушать ваше тело, либо вы что-то едите, где-то что-то откладывается, это ещё отложено. Ну и самое-самое отложное – это когда прилетает что-то из прошлых жизней, прилетает по роду по нашему и так далее и тому подобное. Вот эти вот все уровни, они находятся, вернее так, понимаются людьми, которые находятся в разных состояниях своего осмысления этого мира. Например, первый уровень доступен всем. Ну вот уколись об иголку или обожгись, всё понимают. Ой, ай, там заболело, ай, болит. Всё хорошо, понятно. Понятно, если второй уровень рассматривается с отложением, например, на день, на два, на неделю, то тоже многим это доступно в понимании, что я когда-то что-то выпил, я когда-то что-то съел, и вот теперь у меня там печень, вот у меня теперь там горло и так далее. Ещё большее отложение, понятно, уже не всем, уже немногие это понимают. И единицы только способны осознать, а чё ж так мне плохо-то, я вроде живу-то хорошо, я и не пью, и не курю, и матом не ругаюсь, и добрый такой, счастливый, а вот что-то в жизни происходит не так. Вот это вот способны, понимаете, вообще единицы. Так что говорить про современную медицину, что она какая-то плохая или что-то ещё, наверное, смысла нет. Нет, медицина такая, какая она сейчас необходима для большинства людей, которые вот на первом и на полуторном там уровне осознание что-то там с отложением на одну неделю, в лучшем случае. Большинство понимает, что вот сейчас, ой, поэтому, говорят так, ой, помогите мне доктора, у меня тут что-то заболело, дайте мне срочно таблеточку, чтобы вылечиться. Ой, у меня тут что-то такое, посмотрите, какой там у меня анализ крови, какое у меня давление и так далее. Это люди, которые находятся в первой группе понимания этого мира, ну, либо в первой варне, как раньше говорили, либо в первой общественной группе, которая не способна понимать даже там через неделю, через месяц, что произошло, уж не говорю там, на год, на два, на жизнь, или что там из прошлой жизни пролетело. Вот поэтому медицина такая, сейчас срочно вырезать, выкинуть, сейчас срочно подлечить таблетку, сейчас срочно антибиотики. И это действует, на самом деле это действует. Если бы сейчас этого не было, половина людей вообще бы уже не жило. И поэтому говорить, вот аптеку везде подкрывали, вот фармацевтика такая, да друзья мои, как мы живем, такая фармацевтика, она под нас подстраивается. Как мы живем, такое количество аптек, как мы живем, такое количество отравленной еды. Если бы мы жили по-другому, ну попробуй нормальному человеку отравленную еду подсунуть. Да не получится. Да бы давно уже этот магазин к чертовой матери снесли, который травой торгует, да? Ну как вот нормальный человек будет себя заливать какой-то яд, либо втягивать в себя какой-то отравленный дым? Да не может такого быть. А когда я вижу, что у нас огромное количество людей вливают в себя наркотический яд, который является разрушителем всей нервной системы. Когда я вижу огромное количество людей, которые курят, себя убивают и своих близких тратят огромные суммы денег на это, я понимаю, что именно вот такая фармацевтика нам сейчас и нужна. Потому что это уровень этих людей, не способных понять, почему и что и как. Поэтому вот такая медицина и нужна. Которая отрежет этот орган, которую вы разрушили алкоголем, разрушили табаком, разрушили какими-то химическими веществами. Вот такая медицина нужна. А те, кто немножечко поумнее, по здравомыслии, те этой медициной пользуются крайне редко. Либо вообще не пользуются, потому что они себя не доводят до такой ситуации саморазрушения. Вот такая ситуация у нас. Вот такая у нас правда жизни. Так что медицина здесь не виновата нисколько. И медицина спасает огромное количество людей. Проблема в том, что мы, как люди, не понимаем, не осознаем, что происходит. Мы не видим причинно-следственной связи дальше одного дня, ну максимум одной недели. Вот в чем проблема. Как в одной из передач мы говорили, что человек достоин того правительства, того руководства, которое сейчас есть. То же самое и здесь. Человек достоин той медицины, которая сейчас и есть. И если мы это все принимаем, значит, она такая и нужна. Вот если бы мы это не принимали, вот тогда бы медицина была другая. И фармацевтика была бы другая. И аптек бы было поменьше. Да и яда в магазине не продавалось. Как и логольного, табачного, так и продуктового тоже. И средства масс информации были бы другие. И правительство было бы другое. Но какие мы есть, такое и правительство. Такие средства масс информации, политики, и магазины, и фармацевтика, и медицина. Так что незачем на зеркало пенять крови, если что-то здесь, на лице не такое. Вот у меня такое видение. Теперь я попробую все-таки свое понимание того, как все-таки лечить причины, а не следствия, а донести людям. Сейчас, как я вижу, большинство людей, они уже доводят себя до физических болезней. И часто до такого состояния, когда уже без каких-то таблеток, без какой-то экстренной помощи врачей, человек может не выжить. Ну, то есть, ему это необходимо использовать. И я считаю, что действительно, на данный момент это необходимо и нужно. Но человек вот эту отсрочку от того момента, когда его спишут с этого мира, поставив, так сказать, неудовлетворительно, он должен использовать для того, чтобы все-таки не вернуться в ту жизнь, как он жил до этого. А вот эти применения таблеток или какой-то хирургии экстренной необходимо для того, чтобы дать время для того, чтобы человек начал разбираться с собой, своим внутренним миром и начал понимать, где у него произошли серьезные отклонения от того пути. Сейчас я, может, буду для кого-то говорить слова, которые непонятны, но кто подробно будет это все изучать, то, я думаю, увидит, что так оно и есть. От того пути, который он выбрал сам перед этим воплощением в этом физическом теле. И когда мы движемся по этому своему пути с нужной скоростью, приходя в нужные точки нашей жизни, то до болезни физического тела не доходит. А вот когда мы начинаем очень сильно отклоняться от того задания, которое мы сами себе выбрали на эту жизнь, то у нас начинают идти определенные звоночки, определенные знаки, которые на первоначальном уровне еще не определяются нашим мозгом. Надеюсь, что большинство из нас будут считывать вот эти знаки отклонения от верного пути задолго до физической боли, до физических болезней. Первый знак, как я сейчас это понимаю и ощущаю, это в районе нашего сердца сжатие и после этого какие-то неприятные ощущения. Это вот часто бывает именно когда мы начинаем направлять наше внимание, нашу энергию не туда. Обычно большинство людей на этот знак вообще не обращает внимания. Но просто отследить этот знак и что-то не сделать не означает, что мы проработали ситуацию и поняли, как необходимо двигаться. Надо вот разбираясь с каждой подсказкой, которая к нам приходит для нас от мира, пытаться понять, что пытается нам донести мир и где же произошло отклонение. Вот только так разбираясь мы сможем в будущем избежать повторения этих негативных ситуаций и избежать усугубления этих негативных ситуаций. Второй звоночек, если мы первый пропускаем, как я уже говорил, первый звонок это в районе нашего сердца. То есть это даже, наверное, не физическое сердце, а какой-то орган, который располагается в этом центре, который, видать, знает значительно больше, чем знаем мы. Вот этот орган способен это считывать и на первом этапе, когда еще мозгу непонятно это предупреждать. Если мы это проворонили, то следующий звонок будет такой, что то, чем мы занимаемся, оно нам становится неинтересным. У нас нет сил на то, чтобы этим заниматься. У нас нет радости от этого. Это уже показатель того, что проблема, мы первоначально звонок проворонили и теперь идет усугубление ситуации. То есть мы перенаправили свои действия, свою энергию не туда, куда нам надо. И теперь нас таким образом пытаются заставить задуматься, что может все-таки человек одумается и не будет дальше продолжать усугублять вот это дело, которое не его. И которое приведет его, если он будет это делать дальше, к более серьезным проблемам. Обычно и второй звонок, люди на него не обращают внимания. Тогда приходят уже звоночки посерьезнее, которые называются «знаки говорящие». Причем на первоначальном уровне это может быть тихо. То есть мы чем-то занимаемся, где-то на фоне рядом кто-то с нами, с наших близких или даже незнакомые люди нам будут пояснять о том, что вот как в фильме «Советских времен», ты туда не ходи, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. То есть нам объясняют, говоря вроде бы не напрямую, обращаясь к нам, о том, что то, чем мы занимаемся, это дело нехорошее. И нам необходимо обратить внимание и найти причину и возможно даже побыстрее отказаться от того, чем мы занимаемся. Если мы это опять проворонили, то тогда уже идут более серьезные знаки, когда уже непосредственно обращаются к нам, говорят более грубым голосом, иногда при этом применяя уже физическую силу, пытаясь нас ограничить и не допустить, чтобы мы продолжали заниматься тем, что на самом деле не по нашему предназначению. Если мы упорствуем, то после этого уже начинают сыпаться наши взаимоотношения с людьми, начинаем терять деньги, начинаем терять уже физическое здоровье. Ну а соответственно цепочку для того, чтобы нам в обратном пройти, то я уже сказал, на уровне тяжелой физической болезни мы можем использовать, это мое внутреннее убеждение, мы можем использовать таблетки какие-то или помощь медиков, но это должно быть это время отсрочки, когда мы избавились от боли, нам необходимо использовать для того, чтобы разобраться с собой, что мы делаем не так, понять где у нас до этого все было хорошо, куда мы отклонились и соответственно понять, каким крючком нас подцепили, через какую вот эту вот хачушку нас поймали, отклонив от того курса, который нам нужен. Если мы начнем вот так прорабатывать ситуацию, то следующие проверки, они конечно будут, но если мы будем вот так, как хотя бы примерно то, что я сейчас разбираюсь, относиться к своей жизни и на ранних стадиях видеть те действия, которые нам вредны, то доводить себя до физических проблем, физических болезней мы не будем. Ну вот как-то так это, чтобы ответить, как по моему мнению нужно лечить причины, а не следствия. Да, хорошо. Еще в заключение, может быть, я маленький пример приведу, когда несколько лет назад я говорил одной возрастной тетеньке о том, что барышня, ну вот кушаешь вот это, ешь вот это, пьешь вот это, и не ешь вот это, вот это. Это неправильно. Надо наоборот есть вот это, употреблять вот это, пить вот это, а вот это не надо вообще никаким образом использовать. И когда я видел, сколько таблеток там употребляется, там голова заболит, либо что-то еще, говорю, ни в коем случае не употребляй таблетки. Если заболела тебя голова или там давление, разберись, из-за чего давление выросло, и разберись, почему у тебя голова заболела. Вполне возможно, тебе просто не хватает воды, тебе нужно выпить воду. Почему? Потому что где-то загустевшая кровь, к примеру, где-то там пересидела или что-то еще, затык, и у тебя кровь не может пробиться. Сердце поэтому накачивает, 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 а пробить не может. И поэтому у тебя давление растет. Ну, выпей ты воды, добавь немножко кислинки туда, чтобы разжижить кровь, и чтобы у тебя все нормально прошло. Сделай массаж того места, где там у тебя застой, например. Подвигайся. Ой, да нет, ну я-то двигаюсь, у меня там голова начнет кружиться. Я говорю, ну, конечно, у тебя будет голова кружиться, ты же не двигаешься, не даешь никакой нагрузки. И воды не пьешь практически, и поэтому у тебя такая серьезная проблема. Может быть, тебе наоборот надо защелачить кровь, надо сделать анализ крови, посмотреть не просто там сколько сахара, а сделать полный анализ крови. И увидим, какая у тебя щелочная там, либо кислотная кровь, и это сделать надо не один раз, а несколько, чтобы проследить тенденцию. А дальше у тебя откладываются камешки в почках. Ну, это говорит о том-то, о том-то, о том-то. А ты употребляешь таблетки, тебе, значит, рацион еды надо изменить, чтобы у тебя вот эти вот вещества не откладывались. Я говорю, таблетки, посмотри, какие. По сути дела, это таблетки, та же самая щелочь, которую ты употребляешь, и эта щелочь туда попадает, ты защелачиваешь себя, и они эту щелочь разбивают эти камешки и выводят. Ну, так ты употребляй щелочь-то, питание щелочное сделай, ну, и, может быть, там какие-то вещества, которые щелачивают, добавляй. Нет, я вот буду покупать дорогое германское лекарство. Говорит, так это же самая сода, посмотри, что написано. Это то же самое карбонат, сода обыкновенная, только добавим там шипучка, которую бросаешь, вот она шипит, ты выпиваешь. Вот огромное количество денег спускалось вот в это во всё, вместо того, чтобы, наоборот, экономно питаться для того, чтобы здоровье было. И таблетки. Обратите внимание, в таблетке есть несущая масса, а есть само медицинское вещество, ну, химическое вещество. Вот химическое вещество меньше намного, чем вот этой самой несущей массы, которая может быть очень-очень неполезна, которая просто забивает ваш организм. И я об этом предупреждал. Говорю, вот те сосуды будут хрупкими становиться, потому что ты употребляешь, а вот таблетки стоят вот из этого. Это всё откладывается, это никуда не выводится. И получается и питание, и мышление, и употребление таблеток, они в конечном итоге стали сказываться. И сейчас видно, что через 10 лет у этого человека всё хуже, 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 и там уже и сосуды не те, и это не то, и кости стали разрушаться. И говорю, слушай, ну, я же тебе говорил 10 лет назад. Вот избавься от этого. Мало того, когда мы встретимся в очередной раз, я вижу, что рацион остался. Вот каким был, таким он и есть. Белый хлеб, это, это, это. Ну, всё в большом количестве то, что есть, по сути, не надо. Вот те, кто способны немножко подальше смотреть и способны взаимосвязи каким-то образом проследить, те быстро берут какие-то слова какого-то другого человека, либо в телевизоре услышали, либо в интернете, либо книжку прочитали, журнал, это всё анализируют, всё это складывают и убирают из своей жизни то, что не нужно. На всех уровнях. И на уровнях питания, на уровне мышления, там, и лекарств, на уровне, там, и счётчиков каким-то. Но те, кто не способен это всё проанализировать, кто не способен это всё вместе сложить, вот эта самая мозаика, чтобы заиграла всеми цветами, ну, те так и будут себя разрушать. Поэтому, Михаил, благодарю тебя за эту интересную тему. В очередной раз, я думаю, что мы дали только намётки. Мы не даём каких-то прямо рецептов каждому человеку уникально. Нет, мы даём намётки для того, чтобы каждый человек мог что-либо для себя понять и уяснить. Если ты хочешь что-то добавить, то, пожалуйста, добавляй в заключение. Я вот ещё хочу что добавить. Если человек уже себя довёл до такого состояния, что боль настолько сильна, что нужны какие-то обезболивающие, то я бы хотел посоветовать человеку всё-таки использовать те, которые минимально замутняют его сознание. То есть всё равно необходимо прорабатывать внутренний мир. И для этого необходимо, чтобы сознание наше было способно это делать. Пусть лучше мы будем испытывать небольшой дискомфорт, физически небольшую боль, но при этом мы сможем прорабатывать наш внутренний мир. Тогда болезнь отступит. Если же просто глушить полностью боль, но при этом человек становится овощем, то толку от такой помощи очень мало и будет усугубление. И Насим, я думаю, основное, что я хотел донести. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. Да, на самом деле надо понимать, что боль – это естественный призыв к здравомыслию от какого-то органа, в котором есть проблема. Это означает, что там что-то творится, и необходимо этому органу помочь. А когда же мы применяем обезболивающее, то в этом случае мы эту боль затыкаем, проблема никак не решается, она в органе осталась, но мы не чувствуем вот этого глаза народа, то есть глаза нашего тела к нашему мозгу, к нашему здравомыслию. Как это сейчас современное правительство? А нет проблем никаких. Мы вам там обезболивающее сейчас на головы нальем, какой-нибудь там телевизор. Включите, посмотрите передачу какую-нибудь, как у нас все хорошо и как у них все плохо. Но при этом мы ничего менять не будем. Вот организм, который занимается самообманом, вернее мозг, который занимается самообманом и затыкает боль, он похож чем-то на государственную такую жизнь, которая нечестна. И, как правило, такие государственные проявления, как затыкание воли народа, заканчиваются какими-то потрясениями для тех, кто взял на себя функции мозга. Вот как в нашем быту, так и в нашей жизни, в нашем организме все взаимосвязано, все устроено по одним и тем же принципам. Нельзя лицемерить, нельзя обманывать, нельзя затыкать боль. Необходимо решать проблемы, которые возникают. На сейме я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели и слушали Народное Славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Продолжение следует...